Подготовку образовательных учреждений к новому учебному году обсудили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. 1 сентября распахнут свои двери 393 школы республики. За парты сядут более 146 тысяч детей. В летнюю каникулу в полусотни региональных школ шел капремонт, и он завершился далеко не везде. По словам министра образования Чувашии Аллы Салаевой, в 17 школах строители будут работать и после 1 сентября. Так, учебный процесс в шести образовательных учреждениях в Чебоксарском, Маргаушском, Козловском, Урмарском, Шумерлинском и Ебресинском районах начнется с середины сентября. Еще 10 школ подрядчики обещали сдать к концу октября. А вот переступить порог Ядринской школы номер 3 дети и учителя, вероятнее всего, смогут только ближе к Новому году. Строители не укладываются в отведенные контрактом сроки. Причины срывов во всех случаях практически одинаковые. Некачественная проектно-сметная документация, непредвиденные работы на объекте и нехватка рабочих рук. Например, нарекания у властей вызывает работа подрядчика, который капитально ремонтирует Абашвурскую среднюю школу. Там обучается 191 ученик в Чебоксарский район. Это проблемная школа, но там идет нарушение контракта. Подрядчик из города Тольятти. Оставание от графика фиксируем на 15 дней. И планируемый срок завершения работ тоже 30 сентября. Капитально ремонт учебных заведений затянулся и в столице республики. Семь чебоксарских школ не смогут принять учеников как минимум до ноября. Но без знаний их не оставят. Ребята будут учиться в соседних учебных заведениях. Младшеклассники в очном формате, остальные дистанционно. Кроме этого, 26 школ города переполнены. И чтобы распределить учебную нагрузку, они будут работать две смены. Отмечу, что в день знаний в городе Запарте сядут 66 тысяч детей, в том числе свыше 8 тысяч первоклассников. Столичные администрации отметили, что в этом году весьма серьезно подошли к вопросу предоставления горячего питания школьникам. Организация горячего питания здесь тоже все продумана. В принципе, мы готовы к тому, чтобы принимать детей. Для организации бесплатного питания обучающихся первых-четвертых классов предусмотрено финансирование в размере более 280 миллионов рублей. Также руководством города уделяется большое внимание поддержке детей льготной категории. На питание детей льготной категории выделено более 26 миллионов рублей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...